Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня решила для вас записать видео, что же происходит после акций протеста в городе Чикаго и покажу вам жилые улицы и вообще, что происходит, как выглядят улицы после протеста. Хотя я знаю, что протестуют в некоторых районах почти каждый день, поэтому протесты до сих пор продолжаются. Я надумала как-то на днях поехать в центр города, посмотреть, что происходит после того, что все, что вы видели по новостях. И сейчас в центр города не проехать, точнее мосты разведены, могут туда попасть только жильцы домов, которые находятся в центре города. И стоит национальная гвардия, которая может вас даже проверить ID, спросить документы. И, в общем, вот так это выглядит. Чикаго возле озера. Тут ничего такого не происходило, то есть никто не вламывался ни в какие дома. И тут нету магазинов, ради которых ходят мародеры, которые безжалостно реально грабят магазины, в которых есть техника, различные телефоны, часы и что-то ценное. Поэтому тут было довольно спокойно, просто можно было наблюдать вертолеты, которые над крышей дома все время летали. И также доносились крики протестующих. Написано, что они открыты, но видите, главные окна закрыты до сих пор. Кто мог, позакрывал свои нижние окна вот такими досочками. Ужасно я вам скажу, что пострадали реально даже те малые бизнесы. И вы представьте, какой урон всем этим бизнесам, потому что Чикаго был закрыт на время карантина на два месяца, если не больше. И сейчас вот тоже такое происходит, это только убытки и потери рабочих мест, потому что нужно время, чтобы восстановить силы и восстановить товары. Это улица возле моего района, на которой пару дней назад проходил протест. Мы видим, не все бизнесы позакрывали себе длинными досочками окна, но вон вдалеке видно, что там, где есть какие-то ценные вещи, или магазин несет какую-то ценность как техника и украшения, они стараются все это закрывать. Так тоже закрывает сейчас, как вы видите, автобусы продолжают работать, то есть паники по городу нет. Когда начинается вечер, тогда начинается, грубо говоря, самая жесть, и поэтому вводят комендантский час, потому что именно вечером, когда уже мирные протесты утихают, на улицу выходят люди, которые просто идут с целью все погромить, украсть и разрушить. Поэтому вот такая тенденция. Смотря на этот район, мне кажется, что тут вообще все мирно прошло, потому что я пока не увидела ни одной разбитой витрины, никто ничего не порисовал, но мы знаем, центр города пострадал больше всего. Магазин Whole Foods. Написано, что они открыты, но вот такая баррикада, вы видите. Это на две только, и вот так это выглядит, и по той стороне тоже люди расписывают, что они открыты, потому что из-за того, что набиты эти досточки, не всегда понятно вообще, что произошло. Написано, что они open, на дверь, видите ли, так зарекадировано, и написано, что тоже они за справедливость. Покажу, что чем ближе к центру города, который находится там, тем все больше видно, что люди закрывают свои бизнесы, чтобы не попасть под горячую руку. Вот тоже. Тут уже и надписи появляются. На ресторане написано, что мы с вами, только, пожалуйста, не причиняйте нашему бизнесу никакого урона. Поэтому вот такие надписи в ресторанах, которые, видите, ничем не заколачивали, просто написали с надеждой на то, что никто не будет трогать. Наверное, самый большой страх это был для магазинов Target и Walmart, потому что там не только продукты, а там электроника и всякие ценные вещи, которые можно дорого продать. Поэтому тут, ближе к этому Target, видите, все заколочено, чтобы люди просто ничего не смогли вынести. В Чикаго в день, когда должен был быть протест, приказала всем Target и Walmart закрыться, потому что они видели, что происходит в других городах, что происходит с такими же типажами магазина. На самом деле, скажу, что... Никто не ожидал, что будут такие последствия этих акций протеста. Уже по новостях было сказано, что в 50 штатах начались такие массовые протесты. Также, когда мой парень возвращался с пригорода, с работы домой, во время, когда в нашем районе были протесты, там были перекрыты дороги, и полицейские, которые стояли там и не давали как бы проехать, они советовали, какой дорогой можно объехать, где можно поставить машину, чтобы попасть домой. Америка, мне кажется, переживает такие очень весомые дни, которые, бессомненно, войдут в историю. И это немножко тяжело, потому что, как я уже говорила, после карантина сразу эти протесты, поэтому это все более так усугубляет всю ситуацию. Пока ходила и показывала вам город, дошла до вот такого вида, и тут вы видите тоже такой хэштег нарисованный. Люди отдыхают. Видите, ничего сверхъестественного не поменялось. Люди выходят на работу, продолжают ходить, гулять, делать свои дела. Даже брат Роджа Флойда сказал, что все это мародерство вообще не имеет ничего общего с протестом, где люди просят, чтобы их услышали и как-то договориться мирным путем, возможно, путем каких-то реформ. Но все, что происходит, мы можем видеть по видео, по новостях, что грабят магазины, ломают, крушат, все просто хотят уничтожить. Это вообще не имеет никакого смысла и ни к чему хорошему не приводит. Спасибо, что смотрели это видео. Это был мой обзор улиц города Чикаго после протеста, который прошел в этих районах. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!